Небось картошечку-то все бы уважаем, особенно когда с сальцом ее намять. Что не кажи, а Владимир Высоцкий ведал гастрономичное густо людей. А вот специалисты агропромыслового комплекса Гомельской области ведают, как это густо задоволить. Бадает самое значное достигнение живелого годовчика комплекса Гомельской области – надои молока. Як чекается, по вынекам года, его будет отримано 1 миллион 12 тысяч тонн. Такий показчик в регионе был достигнут только одной, чем в 1990-м. В областном комитете посельских господарств и харчевания называют некольких причин, теряют основных за обеспечение галины якостными кормами. Досягнение тем больше значное, что на дворе в этом году выполнение планов по корму на рыхтовцы не сприяло. С учетом, насколько климатические условия Гомельской области последние годы нас испытывали, так скажем, но с той стратегией кормопроизводства, которая принята в области, усиленное внимание уделено посевам кукурузы, которая, конечно, дала свою отдачу. Мы позволили обеспечить себя кормами. Ну и вот уже второй год мы стабильно обеспечиваем поголовье скота полноценными комбикормами. Бадая самой проблемной сферой на Гомельщине оказалась свиногадовля. Причины в основном объективные. До этого часа уплыл оказывать наступство африканской чумы свиньев. Хоть по великим рахунку проблем хапая не только тут. У господарок нема сродков, каб за властный кошт будовать новая сучасная живелогадовчая комплексы, а кредиты каштуют веньми шмат, як даречи и сами новые фермы. А почня за открытых у эксбази Пянчин Будакашалевского района на 600 голов обышлась и господарцы больше як у 100 миллиардов рублёв. У такой ситуации сега с предприемства имкнуться обыходится властными силами, и демокчима реконструивать помешканье по будаванной ранней. Искравый приклад – колгас 50-го ткастричника Реческого района. Тут господаршим способом адрамотовали комплекс на 3000 голов, усягоза 4,5 миллиарда рублёв. Тепер на им отремлюсь молоко только гатунку экстра. Продукция вся с ортом экстра, всё молоко реализуется с этой фермы, поэтому и прибыль от этой фермы возрастает. Если раньше был высший сорт, то теперь сорт экстра. Как чекается, программа развития живёла году в Легоминской области на наступные 5 годов, будя затверждена у соковику 2016-го. Причим, у Абалска-Легасхарча плануюсь поэлечить продуглежные показчики ясчё на некаких процентов. Ёсь усе подставы мерковать, что гэты планы будуч реальными. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, Евген Макеенко, Телерадокомпания «Гоминь».